Всякий раз, когда речь заходит о скорости боевых машин, приходится оговаривать, что это именно заявленная скорость в идеальных условиях и на ровной дороге. Ведь стоит какому-нибудь быстроходному колёсному танку съехать на обочину, от былых рекордов не останется и половины. А уж если угораздило забраться в пески, снег или болото, список самых быстрых машин изменится до неузнаваемости. Мы решили подготовить для вас рейтинг лучших внедорожников War Thunder. Полигоном для испытаний выбрали одну из самых трудных локаций — заболоченное русло реки на 38-й параллели. И вот что у нас получилось. На седьмом месте расположился американский средний танк М-46. При массе машины почти в 44 тонны, мощный 810-сильный двигатель обеспечивает отличные ходовые характеристики по ровной дороге. А широкие гусеницы, равномерно распределяющие давление на грунт, позволяют не вязнуть в грязи. На пересечённой местности М-46 уверенно держит скорость 24 км в час. На шестом месте французский средний танк Лоррейн 40Т. Он на 4 тонны легче предыдущего участника, а двигатель при этом ещё мощнее. И то, и другое положительно сказывается на подвижности. Машина заметно быстрее на ровных дорогах и слегка, но тоже быстрее, на вязких грунтах. По заболоченной местности нам удалось разогнать Лоррейн до 26 км в час. Пятую строчку занимает основной боевой танк советской ветки — Т-80У. По компоновке танк очень похож на другие советские ОБТ, если не считать установки газотурбинного двигателя с непривычно высокой для этой нации мощностью — 1250 лошадиных сил. При том, что танк весит всего 46 тонн, это гарантирует хорошую подвижность на любой местности. По руслу реки, ставшему полигоном для наших испытаний, танк стабильно развивает скорость 29 км в час. На четвёртом месте — СТБ-1 — прототип первого японского ОБТ. От серийного Type 74 танк отличается более мощным двигателем, а именно это-то нам и нужно. В то же время он сохранил одну из основных особенностей серийной модели — гидромеханическую трансмиссию, позволяющую увеличить клиренс для лучшей проходимости. На болотистом грунте мы сумели разогнать японский ОБТ до 30 км в час, естественно, при максимальном дорожном просвете. Бронзовым призёром нашего рейтинга становится французский Лёк-Лер, венчающий танковую ветку исследования этой нации. Высокую подвижность, необходимую современным ОБТ, обеспечивает ему дизельный двигатель мощностью 1474 л.с. На труднопроходимой местности Лёк-Лер разгоняется до 31 км в час, пусть и незначительно, но уверенно опережая обладателя предыдущего места. Серебро достаётся немецкому Леопарду 2К. На сегодняшний день именно он может похвастать лучшим соотношением мощности двигателя к массе среди всех танков в игре — 30 лошадиных сил на тонну. Леопард способен обогнать большинство соперников и на гладких асфальтовых дорогах, и в самом непролазном болоте. Во время испытаний нам удалось разогнать его до 32 км в час. И, наконец, лидером сегодняшнего топа становится японский Type 90. По сочетанию массы и мощности он близок к серебряному призёру, но помимо них у японца есть решающий козырь — гидромеханическая трансмиссия. Такая же, что помогла другому японскому танку СТБ-1 занять одно из призовых мест за счёт увеличенного клиренса. Если увеличить дорожный просвет до максимума, Type 90 выдаёт рекордные 45 км в час, буквально врываясь на первую строчку с огромным отрывом от остальных. А какие танки вы цените именно за ходовые качества, не беря в расчёт вооружение и броню? Делитесь в комментариях! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok